Доброе утро! В эфире новости телеканала «Моя Удмуртия» в студии Марины Симонова. В Ижевский суд приостановил земляные работы на стройке, где под завалами рухнувшей стены погибли два студента. Об этом сообщили в госинспекции труда по Удмуртии. Комиссия выявила многочисленные нарушения по безопасности труда. В частности, у строительной компании не было организационно-технической документации, то есть проекта производственных работ и отсутствовало ограждение строительной площадки траншеи. Все это угрожало жизни и здоровью работников. Устиновский районный суд заморозил строительные работы на 15 суток и обязал строителей устранить выявленные нарушения. Напомню, трагедия произошла вечером 1 октября на стройплощадке по улице Автозаводской. Тогда при обрушении траншеи и стены дома погибли двое молодых людей. В Ижевске разгорается скандал вокруг школьной формы. Родители семиклазников 62-й школы не могут добиться от швейной фирмы полного выполнения заказа. На календаре октябрь, а их детям форму до сих пор не дошили. Елена Лебедева выслушала все стороны конфликта. Видите, на ребенке не по размеру. Все расходится. Вот, значит, модель юбки. Подкладочная ткань полностью отсутствует. Видите? Вот. То есть юбка просто из тонюсенькой вот такой вот штучки. Юбка немного маленькая. Тоже тут вот смет. Эти претензии к качеству школьной формы родители семиклазников из 62-й школы поставщику удмуртской швейной компании пытались озвучить не раз. Но поставщик от всего открещивается. Ни заявлений, ни возвратов таких. Я ничего не видела. Но если бы меня невозможно было по телефону найти, я бы, наверное, сейчас трубку не взяла, да? То есть возврата претензий с их стороны не было? Нет, нет. Ни заявлений, ни претензий не было. Ни возврата вещей. Нет. Со всех незнакомых она не берет? Да. Ну и незнакомых, и, видимо, с моего, потому что она чувствует, что обязательства она не выполнена. А именно, поясняют родители, школьный комплект шит на две трети. Мы получили жилетку и получили юбки, а в пошиве брюк они нам отказали. Мотивируя тем, что якобы ткань не тянется, девочек не могут посадить эти брюки. И тут ателье снова выдвигает свою версию. У нас юбка с жилетом стоит 1600 комплект. Они вмесли тысячи. Предоплата у них была. Получается, по 600 рублей они за комплект за тот еще не рассчитались. Вещи им сданы, они за них до сих пор не рассчитались. И предоплаты на брюки в случае у нас нет. Форма для мальчиков – жилет. Форма для девочек – костюм – тройка. То есть вот эти цены у нас уже пошли как предоплата полностью за комплект. Начались холода, дети у нас без брюк, дети подходят, будут нам шить брюки или не будут. Я тоже была озадачена. Вообще фирма на звонки не отвечает. Поэтому я была не в курсе. Не могла ничего родителям сказать на собрании. Будут у нас сшиты брюки или не будут сшиты. Покупать детям брюки или не покупать детям брюки. Ситуация неприятная и может повториться, не исключает руководство школы. Огромные заказы, которые в этом году с подачи нового закона об образовании получили швейные предприятия на пошив школьной формы, родителей и учеников от нечистых на руку предпринимателей не защитил. Мнение, наверное, всех руководителей, учителей. Наверное, надо вспомнить советские времена, когда фабрики работали на школу, то есть шили единую форму. Не частное ателье, а вот именно так, чтобы можно было прийти в магазин с ребенком и выбрать по размеру ему форму. С этим согласны и в Министерстве образования. И здесь не исключают, что в будущем, возможно, и появится перечень ателье по пошиву школьной одежды. Белый список, он у нас возникает всегда, когда уже наработан черный список. То есть, когда отрицательная практика превышает количество положительного опыта, тогда возникает эта потребность. Хотя мы с вами знаем, что есть ряд предприятий в республике, которые имеют многолетнюю практику работы, и в том числе с образовательными учреждениями. Руководство 62-й Ижевской школы после такого инцидента с этим поставщиком школьной формы решило не сотрудничать. А сами родители уже намерены обратиться в суд. Елена Лебедева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». 150 миллионов рублей из федерального бюджета дополнительно получит Удмуртия в октябре на поддержку молочного животноводства. Эти деньги своего рода компенсация за июньскую засуху, которая поставила под угрозу молочное животноводство в Удмуртии. По оценкам регионального минсельхоза, в этом году будет собрано 300 тысяч тонн зерна, что в два раза меньше, чем в прошлом году, и даже меньше, чем в 2010-м, когда от засухи погибла большая часть поселок. Нехватка фуражного зерна и комбикормов может резко сказаться и на продуктивности коров, в том числе и на сохранности поголовья. Поэтому сейчас мы проводим весь комплекс работ для того, чтобы максимально суметь минимизировать эти потери, суметь помочь нашим селянам закупить зерно за пределами Удмуртской республики, что на сегодняшний день активно уже делается. Кроме того, министр отметил, что в этом году федеральный бюджет впервые оказал поддержку молочному животноводству. Всего на это направление республика получила 600 миллионов рублей. Впрочем, минсельхозия ожидает, что зимние и весенние периоды будут тяжелыми из-за нехватки кормов для животных. Накануне, анализируя итоги уборочной кампании, глава Удмуртия подчеркнул, что в республике давно не собирали так мало зерна. Не хватает как минимум 200 тысяч тонн. Он обратился к правительству с просьбой предпринять дополнительные меры, чтобы сохранить и поголовье скота, и производительность дойного стада. Очередное пьяное ДТП в Удмуртии закончилось трагедией. По вине нетрезвого мотоциклиста погиб мужчина. В момент аварии он находился в грузовом прицепе Урала. Трагедия произошла в селе Пычас, это Машгинский район республики. 20-летний водитель, купивший три дня назад мотоцикл, не справился с управлением и улетел в кювет. Совершают движение по обочине, впоследствии наезжают на растяжку газовой опоры. Получается удар на саму газовую трубу, которая уходит из-под земли, и на газовую опору. Впоследствии задевают еще столб, на линии электропередачи, и совершают, то есть ковырок совершают. Троих водителей, еще двух пассажиров Урала, медики госпитализировали в больницу. У всех травмы различной степени тяжести. Причем ни у одного не было защитного мотошлема. Напомню, в республике как раз накануне провели тотальную проверку водителей. На трезвость в результате только одного рейда было задержано 22 человека, которые сели за руль после употребления горячительного. Подобные проверки сотрудники ГИБДД будут проводить и впредь, пообещали в Республиканской госавтоинспекции. Уроки безопасного поведения готовы преподнести и железнодорожники. На один месяц дежурные справочные службы, охранники и даже начальники Жевского вокзала превратятся в экскурсоводов. Там стартовала акция «Твой путь безопасности». Всех детей из ближайших школ и детских садов познакомят с тем, как надо вести себя на вокзале и не получить травму. Репортаж наших корреспондентов. Первые шаги по перрону и вип-экскурсовод в начале железнодорожного вокзала сразу ошарашивая третий классик вопросом-провокацией, ответить на который правильно не может никто. Сразу вопрос. Какой ногой удобно наступать на головку ряса? Правый или левый? Левый. А кто сказал правый-левый? Кто? Так. Гойка. Ну, это был, да, такой, как проверочный для них вопрос. Им по судьбе нужно каждый день ходить из одного района в другой, пересекая эти пути. Ну, соответственно, и школа, когда ребенок идет, он может и задуматься, может и заиграться, прийти на пути. Это для них всегда вызывает большой интерес, движущийся подверг в состав. Теперь-то ученики 10-й школы знают, что наступать на рельсы вообще нельзя. Как узнали и то, где и как нужно переходить через железнодорожное полотно. Что нужно делать, если потерялся на вокзале и как оснащена его система безопасности. Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Я сегодня узнала, что если ты заблудился где-то на вокзале, можно подойти к дежурному или к людям, или подойти к милиции. Я узнала то, что нельзя дальше линии пересекать, то, что нельзя линии пересекать, которые начерчены около поездов. Так, а объяснили вам почему? Потому что, если ее пересекнешь, может больше тебя задеть. Идея проводить подобные экскурсии для подростков, которые обучаются в соседних с российскими вокзалами школах, родилась у руководства РЖД. И родилась не случайно. По статистике, наибольшее количество травм и ЧП на путях происходит именно с детьми, которые самостоятельно идут в школу, пересекая железнодорожное полотно. Мы сразу откликнулись на это приглашение, потому что это очень важно. Во-первых, мы находимся в районе Межелезнодорожного вокзала, дети наши работают в этом районе. И, конечно, безопасность, прежде всего. Интересно у них большое, как это имя, да? Мне интересно, они с удовольствием пришли, сегодня слушали внимательно. В ближайшее время на железнодорожную ВИП-экскурсию придут ученики еще трех хижевских школ и пяти детсадов. Дмитрий Варановлин, Григорий Фомин, телеканал «Майя Удмуртия». В Ижевске заканчивают строительство нового тира. Большое двухэтажное здание придет на смену к крохотному павильону, в котором сегодня проходят тренировки. К открытию новой спортивной площадки придут мишени на 15 миллионов рублей. Спортсмены уже потирают руки в предвкушении новоселья. Отслеживать точность выстрела вот так в зрительную трубу тренеры в Ижевском тире уже совсем скоро не будут. Современные электронные мишени из Швейцарии должны прибыть сюда до конца этого года. На всех крупных соревнованиях по стрельбе электроника уже давно вытеснила бумажные мишени. Такое оборудование способно зафиксировать точность попадания до десятых долей. Вот такое оборудование было все поставлено в Казани на универсиаде. То есть новое оборудование оно есть в Москве в стрелковом комплексе в Лисеонарак, где мы проводим сборы, где проходят чемпионаты страны, летние и прочие все мероприятия. Там именно такое и стоит. Каждодневные тренировки Натальи Поделиной серебряной призерки Олимпиады в Пекине проходят здесь в Ижевском тире. Прослабленная спортсменка сегодня готовится к выступлению на чемпионате мира и параллельно тренирует подрастающее поколение. Говорит, новое оборудование даст возможность спортсменам в Удмуртии заниматься на мировом уровне. Во-первых, весь мир уже стреляет по этим электронным мишеням, поэтому я думаю, что намного будет легче переходить, например, если ты куда-то приехал в другой тир, где стоят электронные мишени, намного будет легче адаптироваться к этому и пристреливаться. Это будет привычнее просто для ребят. Открытие нового двухэтажного здания Ижевского тира намечено на конец декабря. В павильоне рассчитывают установить около 80 электронных мишеней. Это в несколько раз больше, чем в старом тире. Такое количество позволит набирать в секцию по стрельбе больше желающих. И самое главное, у Ижевска появятся большие шансы на проведение чемпионата России по стрельбе. Софья Цыгвинцева, Григорий Фомин, телеканал «Майя Удмуртия». И на этом все. Удачного вам дня. Итоги подведем ровно в 7 вечера. До встречи.